Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В Минске с начала года на пожары ИЧС спасатели совершили уже почти 1800 выездов. Почти 190 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. 20 человек на пожарах пострадали, а вот 6, к сожалению, погибли. Теперь подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Наряду с тушением пожаров на ушедшей неделе работники МЧС оказывали помощь населению, спасая домашних животных. В понедельник вечером они помогли коту, застрявшему в радиаторе отопления. Позже еще одному, застрявшему в металлической конструкции стола. Доставали спасатели на минувшей неделе усатых и из веншахты в кухне, и даже из электросчетовой. Еще одного сняли с дерева и парочку достали из моторных отсеков автомобилей. Пришлось на минувшей неделе спасателям отлавливать и крысу, которая окопалась на полке стеллажа с товарами для детей в одной из аптек на улице Кальварийской. В очередной раз напомню, что подобные случаи не входят в компетенцию работников МЧС. У спасателей есть приоритетность вызовов, и в первую очередь они выезжают на те случаи, где существуют угрозы безопасности и жизни человека. Но иногда, если есть такая возможность, откликаются и на такие просьбы о помощи. В четверг, поздно ночью, вероятнее всего, не без помощи посторонних, загорелась металлическая строительная бытовка на проспекте независимости. В ней на площади 10 квадратов вспыхнуло имущество. К счастью, обошлось без пострадавших. И еще об одном происшествии четверга. Пятилетняя девочка засунула палец в отверстие пластмассовой игрушки, чипы произошло на улице Слободская. Родители самостоятельно снять застрявший предмет с пальца не смогли и обратились за помощью в дежурную службу МЧС по номеру 101. В связи с этим хочу обратиться к родителям с просьбой внимательно следить за своими малолетними детьми. И по возможности рассказывать им об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. Минск чрезвычайный. Запасность детей – особо важная тема. Как же много детей попадают в непредвиденные ситуации по неосторожности или по незнанию элементарных правил поведения. Особенно эта тема актуальна во время летних каникул. Именно в этот период детей постерегает множество опасностей. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, в летние месяцы в республике проходит акция «Каникулы без дыма и огня». В пятницу пожар произошел на проспекте Рокоссовского. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, загорелось имущество. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, огнем повреждены предметы мебели и закопчена квартира. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрической розетке. Нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования стало также поводом для приезда спасателей в одну из квартир на улице Красина в субботу днем. Именно по этой причине, как предполагается, загорелось имущество в кухне. Пожар был оперативно ликвидированный, никто не пострадал, но нерадивой хозяйке придется сделать ремонт и купить новую кухню. Чтобы не допустить подобных происшествий, МЧС напоминает, соблюдайте правила пожарной безопасности, не рискуйте собой и своим имуществом. Минск чрезвычайный. Еще об одном субботнем ЧП. Столичным спасателям сообщили о поступившем в приемное отделение больницы человеке с ожогами. Как выяснилось, в квартире по переулку Козлова при розжиге газовой плиты произошло загорание одежды на 86-летнем хозяине квартиры. В результате чего дедушка, инвалид первой группы по зрению, получил ожоги в 50% тела и был госпитализирован в ожоговую реанимацию. Будьте внимательны и аккуратны при использовании открытого огня, будь то спички или сигареты, не пренебрегайте правилами собственной безопасности. Вчера ночью на втором километре Минской кольцевой автодороги произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль врезался в грузовик прикрытия дорожных рабочих. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Им удалось деблокировать водителя легкового автомобиля и пассажира. Для того, чтобы все действия были максимально безопасными для пострадавших, им пришлось использовать аварийно-спасательный инструмент. С травмами различной степени тяжести в бессознательном состоянии пострадавшие доставлены в больницу. Сегодня это все о происшествиях. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Пока! Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.